Великий и хитрый бог войны Арес на протяжении многих лет мучил два народа, загоняя их в вечную борьбу друг с другом. Но пришел момент, когда бог всех богов пробудился. Зевс снял красную пелену войны с глаз правителей этих двух народов. И теперь Спарта и Афины в одном мощном союзе готовы противостоять любому врагу, кто встанет на их пути. Всем доброго времени суток, зрителям и встречаемым гостям нашего канала. С вами Россий и мой товарищ The Dogfather. Всем здравствуйте. И мы вместе играем в ROM Total War 2. Это компания, большая компания. Мы вместе будем ее проходить, постараемся захватить весь мир. Я играю за Спарту, а мой кореш играет за Афины. Изначально ход его, видео, как вы видите, будет запись с моего экрана, то есть с экрана Спарты. Мы постараемся озвучивать все свои действия, для того, чтобы вам было больше и более интереснее. То есть, соответственно, если, к примеру, сейчас ходит Александр, вы как видите, вот он рядом где-то сайт. То есть я постараюсь камеру держать всегда на нем. Если какие-то действия мы с вами видеть не будем, он постарается их озвучивать. Его первый ход, у нас ограничение на ход 10 минут, ограничения на битвы у нас нету. Мы постараемся каждые битвы проводить в реальном времени, чтобы вам было более интереснее. То есть без автозавершений. Ну, поехали. Ну, собственно, я тут уже кое-что улучшил. То есть я поставил на изучение технологию, логистика, то есть военная ветка. Также построил, расширил свой город на еще один слот и построил предместье производства дохода тремесел 100. Вот, собственно, и все. Из одной армии я распустил один отряд. То есть у меня здесь только военачальник, который в городе сидит. А при чем распустил? Ну, там, то есть я объединил, перекинул свои силы. А, я понял. В одного. Из одной армии в другую, да. Здесь сейчас найму еще... Так, у меня здесь 4 отряда гоплитов. Я еще, пожалуй... Так, а я не могу уже, у меня денег нет. Ну, ладно. Наймем тогда... Прашников. С камнями шлифового отряда. Да. Так, вот эти метатели дротиков, я их тоже распускаю. Не нужны они мне. То есть я хочу, чтобы у меня здесь было 6 отрядов гоплитов и 4 отряда прашников. Так, флот я отведу в город обязательно. Зачем ты у нас в город? Лучше бы меня охранял. У меня вообще портажа нету. Ну, ну... А сейчас кто-то плывет слева и до степала где. А так там флот тут стоять. А снизу никто не приплывет. Ну, хорошо. Сейчас я отправлю. Вот где-то... Где-то вот сюда, где-то его. Ну, на нашей территории имею в виду. Ладно, тебе зелененько нарисую. Ага, вижу, вижу. То есть не пересекая, как бы, линию, но для того, чтобы ты... Ты видишь, да, что я плыву? Да, 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 да. На половине пути я стоял. Вот я вот здесь вот сострял, короче. Да, я вижу, вижу, вижу. Сейчас я подломать и пройдусь еще. Ага, я наблюдаю за тобой, как большой корейский брат. Короче, я с Кносом торговые отношения наладил. Подожди, Кнос, это где-то? Это остров снизу нас. На нашей же провинции. Вижу, вижу, вижу. И-Е-Ра-Питна. Какой-то, да? Город у них называется. Да-да-да. Сынерией. О, а я пока сейчас переименую твои отряды. Значит, демоны Деймоса и... Верная Афиня. Как вы, блядь, Афиня? Вы спартанцы. Вы должны быть верны Аспарте. Это минимум. Они мне обидны. Я вас назову... Ну, может быть, нас смотрят, как бы, кто-то, который не любит, как бы, маты или оскорбительную негативную лексику, поэтому я не буду называть отряд пидораса, я назову его... Противные. Ха-ха, ладно-да-да. Нет, 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 я назову их... Не такие, как все. Вот так. Ну, то есть мы будем знать, что это заувалированный пидорас. А вторых, я назову... Ну, я думал, нету ничего обидного, это наоборот будет звучать очень грозно, а я назову их вонючие псы. Ну, зачем ты так? Ну, знаешь, такие, как бы, псы, там... Ну, короче, вот они опасные ребята. Ну, как я понял, я пока просто не могу открыть дипломатию, почему-то мне кажется, что я торгую только с тобой, скажи, писала, я сейчас посмотрю торговля, да, я торгую только с тобой. По сухопутному пути я продаю мрамор и всего я за охот от тебя получаю 80 копеек. Ну, я не знаю, Саня, я считаю, ты мог бы, как бы, побольше милей давать, а 80 копеек, ну, то есть это... Ни туда, ни сюда. Хорошо. Я тоже переименовал свои отряды. Так, сейчас мы посмотрим, зачем это... Ага, тех, кто приходит сзади, это... То есть это тоже пидорасы, да? Изящные осквернители. Ну, там мне просто не хватило изящные осквернители. Ануса, да? Там не хватило, да. Ну, понятно. Блин, ну, с общественным порядком что-то не очень. Я считаю, что мы должны быть корректными для того, чтобы, ну, чтобы мы всем было комфортно и удобно смотреть, нам нужно постараться не изобиловать такими фразами типа там, ну, которые осуждают сексуализм или осуждают, к примеру, однополые браки или, там, негативные ошибки. Политкорректные? Конечно. Толерантные? Да, толерантные, политкорректные парни. Это сейчас стильно, модно и молодежно, поэтому мы просто must have вообще должны это делать. Ну, хорошо. Давай, заканчивай свой ход, мне тоже надо поставить полный путь. Ну, сейчас, сейчас. Уже это, 5 минут, ну, без рукам и на луну дрочишь. Я вообще не похожу. Так как, кстати, ребят. Ну, тебе-то ходить-то там, блин. Ну, да, кстати, ребят, так как я, то War 2, как бы, я реально вторая игра, до этого я немножко поиграл за Армению. Ну, как бы, очень быстро. Ты лучше напомни, то, что в эту игру вообще в первый раз практически играешь. Я же говорю, что первый мой опыт был, это буквально, может, вот, ну, часа 3-4 назад я, как бы, сам запустил выбор в Армению и быстро очень, там, отыграл, потому что мои войска почему-то всегда куда-то бежали, как побитые шлюхи, как бы, поэтому я не знаю. То есть, не шлюхи... На самом деле, у них там есть конные, тяжелые конницы, прям конные катафракты, или как это так называется, они очень жесткие. Ну, что-то я, как бы, до этого и не дошел. Так. С кем я могу торговать? Ага, отлично. Я могу торговать с кносами, но я не могу с ними торговать, потому что у меня нету порта. Но... Но я с ними торгую, а ты через меня, типа... Ага, понятно. Понимаешь, ты мне мрамор поставляешь, а я им мрамор поставляю. А ты, блядь, мой мрамор перепродаешь просто шикарно, да. Да. Основа, как бы, современного бизнеса. Бизнес. Ну, в общем, но зато у меня с ними охуительные отношения, ой, зато у меня с ними хорошие отношения. Но я нахожусь почему-то в войне с эфиром. У них такая собака, да, это... На... Бегущий шакал, я бы назвал. Ну, или так, да. И они, получается, над нами сразу. И, кстати, они с тобой тоже воюют. Нет, со мной никто не воюет. Да? Насколько... Нет, сейчас я посмотрю. Счастливый ты человек тогда, ладно. Что я хотел сделать? Ага. Нет, со мной никто не в войне. У меня три торговых союзника и один военный союзник, это ты. Угу. О, подожди, я протекторат фракции Македонии. В смысле? То есть... То есть Македония мой начальник, типа, я его, это... Ну, ты понял, кто я его. То есть ты его вассал. Да. Вассал, обоссал. Так, я, короче, поставлю яму для зерна. Вот это да. Доход от земледелия сельского хозяйства 100, пополнение сухопутных поисков плюс 3%. Ну, в общем, все шикарно. Так, в чем здесь по армии? У меня, значит, спартанские гоплиты. Эти свирители, бойцы, не знают ничего, кроме войны. Илоты, копьеметатели. Как я понял, илоты, и остальная такая гряня, это, получается, грубо говоря, рабы, люди без гражданства, которые не являются спартанцами, ну и тогда набирают на мясо, к примеру, вот. Перееки гоплиты. Человек, защищающийся, защищает свой дом, даже если не является полноценным гражданином. Обратите внимание, не является полноценным гражданином. То есть такое ощущение, что он просто, не то что гражданин, а даже неполноценный. Да, вообще, просто неполноценный человек. Ультермэкшен. Давайте все-таки найдем, сколько он стоит, 500 копеек, да вы чего? Да за 500 копеек он не только должен воевать еще куше другое мне делать. Ладно, давайте еще возьмем, наверное, вот этих рабов. Слушай, я не хочу быть этим вассалом. Протекторатом не хочешь, чтобы над тобой был. Да, мне придется войну ему типа объявить. Ну, это будет попозже. Сначала я считаю... Или тебе поговорить там с ним, я хочу выйти. Да не надо, мы его просто пройдем и нахуярим. То есть, как бы победим. Я думаю, что нам сначала нужно разобраться с Ларисой Ивановной, которая над нами. Лариса. Надо хапнуть этот город, а потом захватить Аполлонию. Всякий кусок немножко расширится. А, ну все, я в свой ход захочу, что-то занимает. Мне торговать не с чем, потому что у меня ничего нету. У тебя мрамор хороший. Да, только я торгую только с тобой. Потому что я больше никуда не могу выпасть. Тогда, короче, сделаем так. Смотрите, когда наводишь мышку на дорогу, там пишет, типа, что ты возишь. Сейчас, подождем. Ну, сейчас не видно, да. Меня почему-то кидает по всем этим. Я не хочу за ними следить. Я хочу следить за своей губой. Вот. Так, да, я экспортирую... О, Лариса куда-то уехала. Короче, я предлагаю так, Ларису даем тебе, а Аполлонию мне, потому что в Аполлонии есть порт. У тебя порт есть, но у меня порта нету. Значит, мне нужно взять Аполлонию, соответственно. Для начала возьмем Ларису. Кстати, хочу напомнить то, что мы играем на высоком уровне... Нет, на очень высоком уровне сложности, но не на легендарном. То есть, чтобы у нас сохранение работали, мы выбрали такой оптимальный вариант. Да, потому что мы читали, читали, да. Ага, говори. Да, мы там читали, читали, что если играть на очень лимитарном уровне сложности, то сохранение во времени компании недоступны. Во время боя нельзя использовать паузу, точнее, паузу можно использовать, но во время паузы нельзя отдавать приказы, то есть можно только ступор остановить, оценить ситуацию на поле боя и только потом продолжать... Ну, в общем, не бро. И мы решили, что как бы есть бро, есть не бро. Вот наше бро это тогда, когда мы, к примеру, играем на очень высоком уровне сложности. То есть не на супер-пупер, там, нереальном, а просто на очень высоком. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Короче, мне только что Кнос предлагает договор о ненападении и взамен еще дает денег, 400 золотых. Я говорю, давай штуку. Он говорит, давай 800, да. Давай 800, 400 мне откинешь. Да ладно. Ну, как бы, по-братски поделимся. А ты на него нападешь, да? Ну, как бы да, если ты со мной не погиб. Нет, он не платил, скажем так. Ну, вот пока еще не платил. Ты ему сам предложи. Ага. Еще, главное, знаешь, у меня там это, под портретом моим, написано непреклонный. И написано, протекторат фракции Македонии. Не совсем непреклонный. Да, чуть-чуть непреклонный. А теперь ходит задок флазер. Так, куда мне флот поставить? Сейчас я тебе нарисую. Белым мелом нас пахнет. Слова хватит. Нет, нет, нет. Блин, что ты? Вот здесь вот. Да, но не нарушая границу с этими, с Ларисой Ивановной. Не надо нарушать. Так я плаваю. Какие здесь границы? Ну? Тут, по-моему, нет границ. Спорный. Вот если ты смотри, наводишь на озеро. Ну, ты сейчас нейтральный. Ты написан нейтральный. Я сейчас в общем. А рядом? А там нейтральный. А там уже спорный. А у меня написано нейтральный. Ну, для меня спорный. А хотя о чем не споритесь, у меня же флота нет. У меня же партанчик. Почему там много спорных? Ну, спартанцы они такие. Собственники. Я не понимаю. Я пока не буду выступать. Я рекрутирую себе. Да. Проглашаю рекрутировать парщиков. В любом случае пока набираем. Четыре, пять. Минуточку тебя. Эфирного времени заберу. Господа, вы просто посмотрите на этого шикарного спартанца. Вы посмотрите, как у него охуенный веник на голове. Просто, вот смотрите, он даже как бы залагал так встать. У него рука зависит. Видите, это даже не двигается. Этот веник, это просто шикарно. То есть, вот посмотрите, к примеру, вот на этих. Ну, то есть, как бы, ну что это такое? Нет, ну, у этого, как бы, еще изящные осквернители. У них командир такой симпатичный. Как бы, еще веничка на голове, если бы небольшой. А вот это что? Вообще ничего нет. Какие-то, какие-то перья какие-то. Что это такое? Ну, у меня есть, кому расти. А вот, смотрите на этого. Видно, что элита. Как бы, ну, спарт, одним словом. Просто спарт. Все, я буду еще восхищаться, но молча. Пока ты там говорила, я уже с двумя фракциями заключил торговые отношения. Вифиния, значит, и понт. А знаешь почему? Потому что у тебя есть порт, через который... Ну да, потому что я могу... И у тебя, наверное, сейчас доход. Сколько у тебя доход? Доход в следующем ходу будет 759. 1113. Вот, 1133. Ну, конечно, у тебя мрамор. Да. У меня еще и этот общественный порядок минус 2. Может тебя подогнать полицаи? Не, у меня там... Так. Ты, кстати, шпиона своего сделай, контрразведка. Да, точно. Пусть он качается потихоньку. Пусть он качается потихоньку. Так. Доступная военная цель. Спарта. В свете случился вы можете предлагать цели своим патушинам. Так. Отчет о хозяйственной части. Значит, не такие, как все. Зарекрутировали три отряда. Противник ранен. Цель Спарта. Отравление колодца. Обнаружили вражеского агента, который пытался действовать против вас. И в попытках бегства он был ранен. То есть мы ему еще и вольнули. Новая фракция. Галактия. Вы обнаружили новую фракцию. Мы можем вступить с ним в дипломатические отношения. Только торговать мы с ним не можем. Потому что что? Потому что у меня нету порта. То есть, нахрен вы вообще их обнаружили, я не знаю. Так. Ну, чтоб ты знал. Не, ну да. Чтобы мне, как бы, легко желать в будущем. Еще хочу тебе сказать то, что чем дольше ты торгуешь в какой-то фракции, тем больше, как бы, набираются обороты в торговле. Ну и, соответственно, растет прибыль. Я понял. Я думаю, ты скажешь, чем больше вы находитесь, как бы. в торговле, потом можно с ним будешь надолбиться. Как бы, потому что уже, как бы, настолько... Мне, кстати, это, понт, короче, дерево завозит. Ты мне мрамор завозишь, а Египет мне оливковое масло с железом завозит. Это означает, что ты уже можешь строить, как бы, свое казино. Да. С джеками, шлюхами уже. Да. Все тебе завозят. Ну, все, я, в принципе, все потратил. Ты что, там, наемников нанимал? Не, не, не. Только регулярных рабов. Ну, это правильно. Какого хрена я должен наблюдать за Александрией? Мне тоже ее показали. Мне это вообще-то неинтересно. Смотри, вернулся. Лариса вернулась. Лариса... Лариса и Ивановна хочу. Чай хочу. Сколько стоит кофе? Пять рублей. Чай хочу. Да-да-да. Кнос опять что-то хочет. Че-то он застыл. Кстати, Саня, а где 400 копеек? Опа. А, он тебе. Оборонительный союз. Вот они, твои 400 копеек. Подожди, почему тебе 800, а мне 560? То есть он меня не уважает? Не, не, не. Он мне сначала предложил 400 с чем-то. А, ладно. Я ему говорю, давай мне 1000. Он говорит, не, давайте 800 дон. Я согласился. А, ладно, я, я, конечно, не преклонный, но я торговаться не буду, давай, 560. Твоя acceptance here will bring much satisfaction to my people. Much satisfaction. Видишь, какой он четкий? Он понимает, что с нами шутить не надо. У него один город там. Да, да, он просто понял, кто тут хозяева жизни. Кто тут вообще главный? Вы исследовали технологию. Отлично. Ну, пока мы ни хера не исследовали. Знаешь, мне кажется, с одной стороны, конечно, спартанцы такие молодцы, такие накаченные парни с супругими, сильными бицепсами, такие, знаешь, большими вениками на голове. Ну, немного тормознутые, да? Ну, как бы они такие, знаешь, варвары. То есть у них нет ни кораблей, ни портов. То есть вот они... Им для живых подраться. Да, да, да. Такие, бяки-задираки. Такое быдло, да, немного? Ну, зачем? Ну, не нужно. Вот давай не любят их. По личности оскорблять это моих пацанов. Ну, бадловато немножко. Нет, ну, как бы они за спарту... А мои такие, типа, интеллигенция? Ну, да, в таких юбках. Вот твои тоже в юбках? А, они как в моей... У меня, знаешь, такие пацаны, которые за спарту и двор стреляют в упор. Скажи спасибо, что они в трусиках такие, как фильмы. Ага. А чё ж я, блин, вот эту кобылу свою поставил, антишпионку деятельность, они чуть город не отравили. Вот видишь, как бы женщинам только доверять. То есть понадеялся, что она будет смотреть, как бы следить, смотреть. А получилось, как бы чуть-чуть не отравить. Хорошо, что как бы еще мы вольнули, как бы немножко ранили и осознали свою ошибку. Саша, почему у тебя минус два и... Вот я сам не знаю, почему общественный порядок... Личика желтнета. Очень сильно падает. Надо что-то построить. У меня денег нет. Просто вот у меня, как бы я смотрю 15, и ты немножко, ну, равных этих начинок. Я понял, почему тебя не в силу. Привет! Отфильный! Отвергли! Да! Спасибо! Помимо за что? Мне все равно пока стоит ничего. Я тебе верну. Окей. Ну-ка я сейчас с Кносом поговорю, может он мне тоже денег даст? Скажем, 500. Отвергли! Ну конечно, ты обучу денег. Ну, он такой, типа, это, знаешь, испуганный такой, я думал, может, он... В смысле, я штанишки обдристает. Ну, понятно, так, никто не хочет делиться, кроме Спарта. Ну, Паша, Спарта, чисто по-братски, как бы, отсыпали. А им всё равно тратить не надо, ни кораблей, у нас ничего такого нету. Так мне денег всё равно не хватает, но, думаю, на следующем ходу... А что это такое? Ну, мне порядок увеличит, то есть это административное здание, как они называются-то? Город, столица, провинция. А, я понял, улучшить, короче, я понял. Да-да-да. Так, вы сделали технологический скачок, это даёт вам определённое преимущество. Да, у меня по жизни преимущество. Я смотрю, так, по счёту у нас. Эти двое, они такие, как все, у меня будет 13 отряда. А ещё я могу же устроить, ни черташеньки. Так, сейчас я выберу. М-м-м. Ты, кстати, какую ветку качаешь? Я, скорее всего, военную, скорее всего, тактику. Атака ближнего боя у всех отрядов плюс 2%, защита в ближнем бою у всех отрядов плюс 2%, бонус к натиску всех сухопутных отрядов плюс 2%. Я тебе советую прокачать ту ветку, где открывается воитель. То есть, ты сможешь нанимать воителя, который сможет обучать твоих воинов. Ну, то есть, у них опыт будет повышаться, если ты его в армию засунишь. Ну, у меня воитель в ветке управления армией. Управление? Управление армии беспорядка. Ну. Раздается толпа. Реформы оплаты. Поставки припасов. В конце где-то, что ли, или где? Первая. Поставка припасов у меня. Ну, да, да. Где щиты меч, и вот поставка припасов наводишь, и там написано, позволяет нанимать воителя. Позволяет нанимать воителя одного ранга и всей провинции, да? Да, 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 я вот ее качаю. И именно эту ветку? Нет, именно вот эту технологию. А дальше уже и сюда. А дальше уже сам смотри. Нет, понятно. Ну, давай так сделаем. То есть, это немножко побольше опыта, чем у меня. Потому что я в душе и не буду что-то делать. Ну, по крайней мере, сейчас у меня прикруппируются эти. Больше нанимать не хочу, блин, потому что сейчас солд, сейчас опять люди побывают. Ладно, все, хватит. Ага, ага. Все, понятно. Конец подарок. Интересно, а ты в мой флот сможешь залезть? Мне кажется, что вряд ли. Нифига себе, в Турции там зима идет. Магнитные бури пошли, пошел в снег. Типа того. О, Эпир, Эпир, это... Которая там с нами. Лариса. Че-то мутит там. Вражеская малая поселение. Вот он. Опа. Приплей. Слушай, это он нашел... Слушай, он побольше. Он нашу границу нарушил. Намного больше не затащишь. У него значок, видишь? Меч такой, еще что-то. Ну и кораблик. Это он, типа, пиратствует. Насколько я помню. Помню. Угу. То есть налетами занимается, грубо говоря. Глори, wealth, и обращение в истории. Он не занагает военных шриц. Все эти будут вынуждены как друзьями. Ну почему бы нет? Или хочешь его вынести? Встречное предложение. Абсолютно. Дай денег. Выплаты. За 500. Их казна слабая. А, они нищие. Ладно. Возьму тебе. Деньги все просто. А-а-а-а. Я знал, что мы могли согласиться. Пойдемте и дать спасибо, что Дайан Исос. Потому что у него хорошая вода, значит, мне тоже с ним следует. Дружь. надо просто хотя бы с одной стороны как бы обезопасить себя пока что повышение ранга вот ты знаешь саши сип у меня был бы флот может быть бы я помог нет если бы у меня был бы порт у меня был бы флот я бы может быть я помог в одийское море и библейте это создаваться самому хорошо так у него четыре отряда у меня 3 ты прикинь мне сделали критическую диверсию войска ты представь кто чужой себя гендаем устроил критическую диверсию в этом войске этим образом это мой не может укрепиться армия не может двигаться или действовать это не мой да понятно что не плод а чё блять эта баба здесь стоит блять в упор она чё в глаза долбится что нахуй ты тут стоишь если ты не видишь блять тебя под этим перед ебалом блять у тебя войска травят ты смотришь куда-то куда ты вообще смотришь нахуй я вообще казню сейчас что вообще баба делает с партией не знаю блин чем не напасть на этот флот смотри сам но не пока не лезут и ты не лезь обведи пока свой флот гастроиком пару кораблей а я с ним не в войне поэтому не нападает ну значит нормально а вот так вот сделаю армия у меня жирает мин в 1640 коробки 0 процент всех но у тебя там жестко все до всех коррупционеров мы на вину и или на копии а где-то это смотрел информация поселений для сведения провинции коррупция 0 тоже мне рабы плюс 2 и 8 процента налоги 1 но мне общественный порядок не очень я короче поставил строится столицу провинции то есть это здание полис прихода будет делаться при этом она будет потом повышать общественный порядок заход плюс 2 рост заход плюс 2 то есть рост города доход от малых хозяйств доход от всех источников плюс 8 ну и дает гарнизон а вот она стоит передо мной я вижу вернее перед твоей армии ты ее видишь электро супер электро а ну-ка заказное убийство блять восемь процентов шанс конечно она раскачалась дать на моя армия раз манипуляция одиннадцать процентов а нет чтоб не прокнуло одиннадцать процентов но я попробую на следующем ходу ее чем с ней сделать я наверно поставлю себе здесь что я могу позволяет нанимать отряд граждане всадники спартанские гоплиты и лот и лучники бреки и тасс да ну нахуй мне я не хочу этих рабов нанимать я хочу нанимать нормальных спартанцам которые будут с этой дупи но поначалу конечно я наверно улучшу себя по себе тоже три хода я потратил все свои деньги я тебе еще должен повторишь что-то где-то у меня исследуется пусть пока еще строится в любом короче случае сейчас надо будет немножко через схода наверное думаю хода 4 5 нужно будет пойти и как бы дать немножко на ротан ларисе хотя бы тебе этого хватит там войска свои оставим и пока там просто посетить ну продвинемся дальше а то он подкопим и надо будет идти на полу согласен что решает границу нужно а то мы светим своих городах как это вот 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 я вообще если честно не в восторге от того что какая-то дрянь травит моего скалы находясь у меня это раз и во-вторых то что опять же у меня под боком находится а если у меня то и у тебя конкретно тоже в любом случае ты с ними вступишь в войну поэтому с их не фракцией надо заканчивать чтобы они вообще пропали с карты но это не трудно потому что мы только два города что-то я не вижу куда она пропала перед моими войсками это моя не знаю я опять свои бабы показал что-то следил сейчас пойдет чудо хирургить в городе наберется что-то следует на 26 и всем в принципе я могу нанять уже своего героя воители но он стоит 1200 совсем у меня денег нет это короче да как шпион агент но он да если ты его направляешь на чужую армию то он ее как бы пугает там или что-то делает если в свою то он ее качает необычно свою направляем быстро и раскачивать так да в принципе подводи войска вот сюда раз два три четыре пять шесть четыре застрельщиков здесь 4 пожалуй сделаю так я флотом отплыву в столицу и найму там еще один корабль ну может быть 2 вернее да потому что он что-то опасно какой-то там начнут мутить я свою армию к тебе направлю которого фенок сидит опять что я не могу двигаться у меня тупо не дает не может ходить матч она слишком раскачанная манипуляция как бы мой сын я уже с ним очень не может сделать строится ну тогда короче сейчас вот с меня трава пройдет я тогда просто перекидываюсь куда граница где-то вот здесь и будем готовиться сейчас все батареи по одесс спарте немножко наверно под на ему скажем так уйта мечтали подниму денег сделаем чтобы укрепить в спарте сану свою позицию тот будет неприятный сейчас четыре отряда высадится и наваляет не наваляет конечно мы все равно это помогаю давай это принесем на следующую серию ребят в общем следующей серии мы обязательно сашими пойдем на луису иванову захватим лариску и может даже получится той же серии ну по риску на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал мы стараемся для вас также обязательно смотрите тот же самый топор только первый который сами снимают у нас есть на канале тоже видео также смотрите мафию хитмена и остальные наши игры да всем спасибо пишите комментарии и всем пока и